Тем не менее, в Москве уже начались облавы на кавказцев. Столичная милиция проверяет места проживания всех выходцев северокавказского федерального округа. Проверки проводятся в жилых домах, гостиницах и общежитиях. Кроме того, ужесточен контроль на въездах в Москву, особенно для автомобилей с юга. Ужесточен контроль за автотранспортом, грузами, лицами, прибывающими в Москву, с целью недопущения завоза в город оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особое внимание уделяется местам концентрации приезжих граждан, особенно из выходцев северокавказского и среднеазиатского регионов, таких как гостиницы, общежития и тому подобное. Чем хуже работает репрессивная машина в смысле защиты права человека, тем больше людей уходит под поле. Это тоже классика российской политики на Кавказе и в целом по отношению к Кавказу. Многие жители российской столицы не считают, что особые меры, которые власти намерены применить по выявлению террористов, будут результативными. Во всяком случае, так считают большинство опрошенных на улицах Москвы. Некоторые респонденты даже заявили, что особый интерес к выходцам северного Кавказа и Средней Азии приведет к дальнейшему обострению обстановки. Я вообще считаю, что надо не только Кавказ контролировать, но также и вообще всех граждан, которые и въезжают в страну, и выезжают, и являются гражданами. То есть во всем мире, по-моему, это общепринятая практика. Из-за того, что действительно неизвестно, кто приезжает сюда, совершенно не регистрируется, квартиры сдаются непонятно кому. Мы, как говорится, собственники жилья, боимся жить в собственных домах. Продолжение следует...